Всем привет! Сегодня я хочу рассказать вам о ноже, который не очень распространен, по крайней мере о нем мало известно в России, на российских ножевых форумах. Мне кажется, это немножко незаслуженно, и поэтому я хочу рассказать вам сегодня о нем. Представляю вам Ontario Utilitaq 2. Во-первых, я уже делал обзор по Ontario Utilitaq 1, и хочу сказать, что маркировка 1 и 2 это не маркировка по годам выпуска, это различия по размерам. Итак, этот нож гораздо больше, это уже можно назвать, скажем, больше тактическим ножом, чем EDC ножом. И сейчас я объясню почему. Во-первых, этот нож, как я уже говорил, больше, у него более такой мощный клинок. И сделан этот нож, как и другой хит от компании Ontario, Ontario Red, на том же заводе. Он сделан, мне кажется, даже, возможно, из частичных, некоторые детали с крысы здесь подходят, допустим, шпиньки идентичные, клипсы тоже идентичны, такой же, как у Ontario Red. Этот нож меньше крысы по размерам, но он меньше в длину, он в руке сидит так более плотненько, но мне почему-то кажется, несмотря на то, что он меньше крысы, мне все время кажется, что он больше крысы. Именно за счет его такого мощного дизайна, как у Питбуля. Вот этот большой гребень здесь и клинок агрессивный. Спуски здесь прямые, вот примерно от этой части, на камере видно, вот да, видно. Во-первых, что еще можно сказать? Накладки здесь FRN, также, думаю, из того же самого FRN, из которого сделана крыса. Насечка здесь несколько крупнее, чем на крысе. Это не хорошо, не плохо. Мне у крысы очень нравится руковисть, очень нравится, как она в руке лежит, по ощущениям. Эта насечка, в принципе, не хуже. Единственное, что можно здесь добавить, что вот здесь, в дополнение к мелкой насечке, есть еще такие полосы. Это очень хорошо. И здесь есть еще также радиальные вырезы, которые, мне кажется, от соскальзывания палец тоже защищают. Также здесь, в обратной сторону, есть нарезы. Дизайн ножа довольно-таки необычный. Он руковисть явно нестандартный. Мне кажется, моя кисть даже слегка маловато для такой руковисти, потому что вот этот вот последний чуэл под мизинец, у меня просто рука немножечко как бы не достает. Для людей с большой кистью это будет гораздо удобнее. Что еще можно сказать? Лайнеры или, как их называют некоторые, плашки стальные. Средние по толщине. Вроде бы вырезов в них никаких я сейчас не вижу. На камере, по-моему, тоже их не видно. Мне кажется, они монолитные. И что мне нравится у серии утилитак, так это вот удобный обработанный стопор замка. Обратите внимание. Не знаю, видно или нет. Вот эти вот вырезы на стопоре замка, они обеспечивают дополнительное удобство. Не надо давить ногтем, что-то поддевать, можно просто давить подушечкой пальцев, и нож легко закрывается. То есть, если у каких-то других ножей, кинейш из крысы, здесь этой обработки нету, просто нанесены рисочки такие, это в принципе эти рисочки не помогают. Приходится все равно давить сбоку на ребро, и тогда немножечко неудобно, когда даешь на ребро замка. То есть, он впивается, это неудобно наиминает. Это, конечно, мелочь, но в принципе у многих ножей мелочи решают многое. В отличие от своего брата, крысы, здесь накладки посажены на три торкса. Точнее, даже два торкса, один из них осевой получается. У крысы, я напоминаю, что здесь, по-моему, получается, что в два раза больше торксов, винтов. Это, конечно, придает крысе надежность, с этим не поспоришь. В принципе, мне крыса очень нравится, со своей такой вот броненосностью, она как БТР, если можно сравнить. У этого ножа, конечно, плашки закреплены не на такое большое количество торксов, но это, в принципе, не так страшно. Нож сделан достаточно надежно, плашки не несут на себе каких-то сильных нагрузок, так что можно без проблем пользоваться. Клипсы здесь четырехпозиционные. Так как клипса примерно, точнее, она та же самая, что в крысе, то вы можете ориентироваться по качеству клипсы на крысу. Посадить ее можно довольно-таки на самый верх. Вот посмотрите, прямо-прямо на грани посадочные места. Это очень хорошо для скрытого ношения ножа. У вас будут торчать только клипсы из кармана. И, кстати, вы видите, этот темляк сделал не я, это поставляется в комплекте с утилитаком. Это, конечно, приятная мелочь, дополнительная такая фишка от Антарио. Но я бы все равно сменил темляк, потому что если я делаю темляк, то я люблю делать сам, плиту из паракорда. Сам нож ориентирован больше всего на фехтовальный хват. С этим упором. Обратите внимание, что здесь на руку идти такой довольно-таки большой упор. Насечка такая существенная, видно, обработана. Кстати, заметьте, довольно-таки качественно. Все хорошо выглядит. Вот палец садится, как влитой. Я сам правша. Кстати, здесь, как мы видим, для правши есть такой небольшой вырез. Для левши здесь этого, к сожалению, нет. То есть держать уже гораздо менее удобно. Если вы левша, то не думаю, что вам будет удобно. Вообще позиционирование самого вот этого ножа мне неизвестно, но мне кажется, что они хотели сделать что-то такое агрессивно-тактическое. Я ножевым боем не занимаюсь, поэтому о пригодности этого ножа для ножевого боя я сказать ничего не могу. Но могу предположить, что он будет довольно-таки неплохим. Потому что фехтовальным вкладом лежит, как влитой. Плюс этот дополнительный маленький чоэл. Как будто дополнительно будет придавать небольшой такой рычаг, когда будешь что-то резать. У меня версия с комбо-серритором. Не знаю, в плейн-версии есть ли какой-то небольшой здесь изгиб или нет. Скорее всего нет все-таки. В плане того, чтобы что-то резать, я думаю, он не уступает крысе в каких-то бытовых EDC-задачах. Конечно, у крысы более правильная геометрия клинка для реза. Этот нож, он более ориентирован все-таки на что-то такое режущее, разрубающее такое. У него весь профиль клинка такой. Обратным хватом его держать совершенно неудобно. Потому что, еще раз говорю, что... Хотя, возможно, это из-за того, что у меня кисть руки маловато. Но просто у меня сюда вот палец один упирается, вот сюда, когда я держу обратным хватом. Может, кому-то будет, наоборот, хорошо. Я не знаю. Но мне пока не комфортно. Зато вот фехтовальным хватом лежит идеально. Просто ложится, и он никуда не убегает. Нож достаточно толстенький. Я бы предпочел, конечно, чтобы вот эти вот грани, их маленечко, чуть-чуть самую посильнее убрать. Чтобы он был более такой обтекаемый, чтобы не так наименал руку. Но, в принципе, он сидит в руках нормально. И сидит благодаря вот этим полосам и перчатках хорошо. Так, что еще можно сказать? Сталь здесь АУС-8А. Я не могу сравнить ее с АУС-8, из которой делается крыс. Потому что я пока не сравнивал, ничего не резал. Поэтому ничего сказать не могу. Насколько сильно будет различие по сталям. Дизайнер этого ножа Джо Пердио. Это, насколько я знаю, сын Мелла Пердио. Дизайнера Гриптилиана. И здесь также на клинке есть надпись Collectors First Production Run. Это означает, что это нож из первой партии First Production, первого выпуска. Такие ножи в основном интересны коллекционерам. Но, должен сказать, что на данный момент в продаже большинство утилитаков имеют эту надпись. То есть, скорее всего, они появились недавно. И вот эта вот самая первая партия еще не распродана. Поэтому, если вы хотите... Если вам это интересно, если вы коллекционируете ножи, то, думаю, вам стоит все-таки купить нож. Благо, он не такой дорогой для ножа First Production. По-моему, 41-42 доллара в Штатах стоит. Ну и плюс доставка. На eBay можно купить. У нас в России такой нож можно купить на каких-либо форумах. Типа Guns.ru в разделе ножевой барахолки. Тоже можно поискать. В целом, это хороший нож. Своих денег он стоит точно. Возможно, я могу сказать вам что-то большее о, так сказать, боевом применении этого ножа. Но я ножевым боем не занимаюсь. Хотя, мне кажется, нож был бы пригоден для этого. Я так думаю, на основании стихотерических знаний. Нож очень хороший. Дизайн интересный. Не такой утилитарно простой, как Ontario Red. Это уже дизайнерский нож. Джаббардию. Очень хочу еще купить версию без покрытия. Кстати, покрытие здесь EDP-Q1. Что это такое, я сказать не могу, потому что информации очень мало нашел. Но, судя по всему, это покрытие гораздо лучше, чем краска, которая бывает у черных крыс, у Ontario Red, которые просто красятся черной краской. Здесь покрытие EDP-Q1. То есть, должно быть более надежно. Открывается, закрывается нож тоже хорошо. Гораздо лучше, чем можно было бы предположить, потому что у меня есть крыса, у нее шайбы аналогичные, бронзовые. И она, ход клинка у нее чуть туже. Здесь все как-то более хорошо открывается. Я даже сперва подумал, что здесь фторопластовые шайбы стоят, но потом посмотрел, здесь все в порядке с этим. Шайбы бронзовые. Не знаю, видно вам или нет. Сейчас я вам еще раз его покажу. Думаю, можно на этом считать мой обзор законченным. Надеюсь, вам понравилось. Прошу комментировать, рассказывать какие-то идеи, пожелания. Всем счастливо. До свидания.